Твоей милости. Тебе тоже с наступающим праздником. Да, у нас послезавтра будет самый великий праздник на земле. Христос воскрес, будут говорить. Пасха Христова. Да. Я вот думаю, можешь мне тоже отрастить бороду. Да. Она сама растет. Вот она, смотри. И тут написано. Когда у царя Давида слуги были там, в другом государстве, то над ними посмеялись, решили полбороды обрить. А он их не запустил в Иерусалим. А послал в город Иерихон. Послы встретили их и говорят, домой нельзя в Иерусалим. А у нас жены там, идите сидите в Иерихоне, пока бороды отрастут. Все, закрыли двери. А мы идем в небесный Иерусалим. Все иконы, все с бородами. Посмотри, в храм Божий православный зайди. Там безбородных нету. Сейчас я с мусульманином говорил, они усы. Я говорю, ты видишь, как усы идут? Не так, а вот так. Это как вот дом, это как крыша. А вы все убрали. И поэтому у вас все вот так вот рассуждения неправильные. Они усы всегда сбривают. Это Бог сотворил человека. И надо согласиться. Короче, не бриться мне, да? Конечно, нельзя. А какой же ты мужик? Вот я... Подкаблучник будешь? Еще в доме две мамы должны быть? Мужчина там, власть у него. Женщина должна видеть и бояться. Подчиняться. Я вот, короче, уже сколько, две недели не бреюсь. Не срожь ее выброс бритву, а то сатана опять скажет, побрейся, а то бабы не допускают. Я знаю. Протопо по вакууму бритье называл блудодейной ересь. Бабе не нравится там. А ты скажи, ты должна молчать при мне. Вот так вот, да. А как? Написано, что надо боиться мужа. Ну... Чтобы она по одной плашке ходила. Правильно, правильно. Если письмо напишет, пока ты аминь не поставишь, чтобы она не отсылала письма. Ничего себе. Ты старовер, нет? Мы из староверов, но мы официальную церковь православную признаем. Ну, тогда я вот тоже так вот это самое. Да. Мы так научены. И так поверили. Я вот этим путем по Евангелию уже 56 лет иду. А уверовал 23 года. Тебе 75? 80 ровно. Вот 10 июня будет рядом. Еще месяц один, полтора месяца. Как чувствуешь себя вообще? А я не чувствую никак. У меня все нормально работает. У меня три голубятни. Мы деревню строим православную. Там две голубятни. Я сейчас в Барнауле. И тут. Да еще у меня в комнате в коробке живут голуби. А где голуби, там всегда радость и веселье. У злого человека голуби не водятся. Статья такая была в газете. А у меня три голубятни. Ничего себе вообще. Ну как? Да как? Да я в них залезу, как они воркуют. И у меня в комнате. Утром встаю, а они воркуют. А мы стоим рано в 4.40 на молитву. Ну я тоже рано встаю. Но я так как бы ни молитвы, ничего не делаю. Вот тут люди приходят в этой рулетке. Тут даже страшно сказать. Половина мужиков голые валяются. Копейки не стоят. А зачем? Ждут бабу. Делать имитируют. Анонизмом занимаются. Открыто все. Безобразно такое место. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. О суде Божьем. Ну вот видишь, я на тебе остановился. Послушать тебя хотелось бы. Интересно как бы. Пришли рассказать о том, что ждет этот Содом и Гоморру огонь вечный. И сколько людей, которые на наших ресурсах были. А я на вашем канале подписан. У нас очень большой канал. Восвете Библии называется. Можете записать. Такого канала большого пока никто не знает. Там наши проповеди. 15 почти тысяч. Сегодня уже будет 15 тысяч роликов назад. Ничего себе. Да. Мы большую поездку предприняли. У меня Господь благословил написать 38 томов книг. Я в разных университетах вел занятия. И много вопросов задавали. Каждая книга 752 страницы. И мы проехали 120 тысяч километров. В Барнауло до Владивостока. И потом до Лиссабона, Португалия. Прошли в Скандинавию, Прибалтику. И везде в библиотеке дарили книги. А сами откуда вы? Барнаул, Алтайский край. Ну это хорошо, потому что у вас погода хорошая. Хорошая погода, все хорошо. Поэтому и живешь столько. Я даже не чувствую. Я во много верю в Библию. Но никак не могу поверить, что мне 80 лет. У меня где-то как будто лет 30. Потому что я все время с молодежью, со студентами. Начальник детского лагеря его основал. Господь позволил мне, православный. 45 лет был. И поэтому я просто не чувствую. Я на велосипеде гоняю. Голубям лезу. С молодежью работаю. Пилю там. Валим деревья. Мы дороги сами строим. Отец, а вот скажи, у меня вот тут, короче, вот здесь вот посередине что-то плохо. Не надо. Вот этими волосами. Ну у меня, видишь, тоже посередине как бы нет. Оно все загладится и все. Надо согласиться, что Бог сотворил. Он знал, каким меня сделать. Каждое волосинку он знает. Ну еще. Рукой не надо трогать. Вот и все. Все нормально. Потому что так Богу нравится. А я главное-то Богу угождаю, а не людям. Вот так вот. Конечно. И Он сотворил, дал мне глаза. Не на затылке, а здесь брови дал. Чтобы пот не стекал на глаза, не выедал. Так-то да. А почему сердце выше, чем легкие? А чтобы когда разволнуется, ему, говорит, было мягко прыгать. Ну да, да. А вообще как бы так оно и есть. Я... Это Василий Великий пишет. Василий Великий пишет. Ничего себе. Вот. Если вы зайдете на наш этот YouTube, во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы запишите себе. Вон, скинь ссылку, скинь ссылку вот сюда, в сообщение. Вы не найдете так. Вам записать надо было бы. Записать, да? Запишите. Во свете Библии. А, ну я запомнил, в принципе. Нет, не запомните. Тут еще два слова. Во свете Библии. Во свете Библии. Сейчас я левша просто, левой рукой пишу. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Это я. Это вы, да? Я, Игнатий Лапкин. И это YouTube. А если вы эти слова напишите, но напишите не YouTube, а через Google зайдете, сайт. Вы зайдете на наш сайт. Там и книги, и все-все там есть. Огромные. Там 50 книг моим голосом начитаны. Библия, архипелаг, ГУЛАГ насчитаны. Там море информации. Вот это да. Да. Ой-ой-ой. Вот. Если вы думаете встретиться, вас Господь коснется сердца вашего. А вы не знаете, как. Вы тогда зайдите в скайп, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Вы меня сразу найдете в скайпе. Ну да, да. И там вы можете прийти не один с друзьями. Я этим путем иду уже 56 лет, и поэтому кое-что могу ответить. Я понял вас, Игнатий Лапкин. Да, вопросы какие будут-то политические, экономические, но все подвести к одному. Как спасти душу? Понятно. Чтобы после смерти не оказаться... А ты там, Барабун, ты говорил. Да. Чтобы в аду не оказаться сатаной. А чтобы мы исполнены были благодатью Духа Святого, жили в любви. Ага. Сатаной, да? Это главное. Главное, да не заповеди. Первое. Возлюби Господа Бога, Творца твоего, всем умом твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. А второе. Подобно ей. Возлюби Брижневу, как самого себя. То есть ты, короче, веришь, да, вот сатану там? Конечно. А вы зарядите в интернете, такой ролик сейчас появился, называется «Интервью у дьявола». Вот запишите. Ну, я запомнил. Вы не надеетесь на память. Если вы зайдете... Нет, я на память надеюсь, мне уже 80 лет. Если вы имели связь с женщиной, то память ваша уже продырявлена. Понятно. Понятно. Это так. Ну, логично. Значит, у «Интервью у дьявола». Дьявол подходит человеку, и он «Интервью» берет. Послушайте, он, это вообще ужасно. Все вопросы он задает, журналист, а он ему отвечает. Интересно. Да, вот интересно. Интересно даже очень. А я написал, какие места Библии они упоминают. Они не говорят, а я их знаю. Это «Исайя», пророк 14 глава, «Изекииля» 28, «Откровение» 12 глава, «Иоанна Евангелие 8, 44». Они не говорят, я эти места просто знаю. И подписал под роликом. Ничего себе. Да. Надо жить для Бога. Дьявол будет мучиться в озере огненном, где плащ и скрежет зубов. Верующий в Сына Божия, во Христа, принявший крещение, имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Вы сейчас подготовьтесь, оденьтесь, и будет пасхальная ночь, завтра в субботу. Сойдите в Храм Божий. Да я вот думаю, сходите. Вы к священнику подойдите. Исповедуйтесь. Причищаться не надо. На исповедь сходите. А я, видишь, у меня креста нету. А там купишь, там продают крестики. Нет, а видишь, я в детстве у меня один был, короче, крестик. Мало ли, что один. Бывает, оторвался или что. На это не надо смотреть. Пойди и купи, они продаются. Можно, да? Конечно, можно. А что мне сказать священнику-то? А подойди и скажи, с чем твоя душа томится. Что ты делал, что ты не верил. Самый большой грех – это неверие во Христа Спасителя. Потому что если человек... Душа томится, да? Человек, если не верит, то у него уголовный кодекс на шее висит. Он виновен во всем. Совесть замурована. Иосиф, смотри, вот, а если, допустим, по поводу девушки, там, что-то там... А разве си нет? Если она была с вами, говорит, уже совокуплялся. Не-не-не, ну, вот она как бы не со мной, но я хочу, чтобы она была со мной. Ну, а ты помолись. Да не один, а чтобы два-три человека молились. И посмотри внимательно, годна она туда или нет. Что ты ей можешь дать, кроме того, что другой выбор она будет делать? Кто ты? Какая твоя должность? Какие погоны на тебе? А если ты голый лежишь, у тебя даже одеть ничего нет, и ты хуже бомжа. А ты покажи ей, что ты офицер, что ты директор, там, предприниматель, пастух. У тебя большие табуны ловечек. Вот. А галстук же сожги, он не нужен, это масонский знак. Да это не галстук, это так. Это удавка от сатаны. У меня рубашки там все грязные лежат. Вот, ты к священнику тогда подойдешь, и он скажет, ты исповедовать себя хочешь? Скажи, да. Что душу томит-то? И когда он на тебя накинет ипитрахель, и скажет, во имя Христа, властью данной мне от Бога, да разрешишься от грехов. Но это надо уверовать, что Христос твой Спаситель, что Он за тебя умер. Да, ну это естественно. Вот так. Понятно. Если прихщение не принято, только в полное погружение, три раза, чтобы под воду ушел. Вот у нас крестится в озере, батюшка мой брат, он священник, он заходит в воду, вот так стоит, а с берега в белое одеты, по одному заходят, и он крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа. А вот чтобы борода быстрее росла, что делать? Не надо ничего делать. Это из головы выкинуть. Как растет, так и растет, и главное не трогай. А то быстрее, а потом быстрее сбрить. Не надо трогать ее. Я трогаю, потому что приятно. Вы понимаете, много внимания отдаете тому, на что смотреть даже не надо. А, вот оно что. Ты думай о Вышнем, как угодить Богу, как душу спасти. Понял. Понятно, спасибо. Так, если вы, мы, я вам сказал, если будет желание найти по скайпу, заходите, Игнатий Лапкин, а то я уходить буду сейчас. Я понял, понял, это вопрос, когда там идти-то лучше, к священнику-то. К священнику? Ну, завтра вечером. А завтра вечером? Да, будет служба пасхальная. И ты увидишь, как вокруг крестный ход будет до утра. И как приветствовать он первый раз будет. У тебя незабываемое впечатление на душу, и радость такая неописуемая. Что Христос воскрес. Я понимаю. Мне на работу просто в пять утра. И как мне вот быть? Не знаю. А то сам распорядись. Бывает, можно подмениться или что-то. Мне нельзя подмениться. Ну, тогда в воскресенье сходи. Тогда в воскресенье. А, ну, вот. Вот так. В воскресенье. Да, ну, обязательно сходи. Везде будут колокола звонить. Можешь даже залезть и на храм, и колокол позвонить. Один раз в году разрешается. Ну, вот тогда так вот тебе, короче. Да. Я делаю. Ну, что, прощаемся? Как звать-то? Кирилл. Кирилл. Да помилует тебя Господь. Да приведет познание истины. С Богом. Спаси Христос.